Батыр. Это у монгольских и тюркских народов означает бесстрашный герой, очень сильный и храбрый воин. Одним из таких в годы Великой Отечественной войны был партизан, бурят по национальности, Жабон Бадма-Жапович. Огромный, почти двухметрового роста и физически сильный, он внушал страх в сердца своих врагов. Бадма-Жабон родился 1 января 1919 года в горном селении Алхана из-за Байкальской области в крестьянской семье. В то время общество жаждало знаний, и советское правительство, пытаясь удовлетворить эти чаяния народа, несмотря на гражданскую войну, массово начало строительство начальных школ. Появилась такая и в родном селении будущего героя. Маленькому Бадме-Жабону понравилось учиться, и чтобы продолжить это благое дело, мальчик уехал в соседнее село Топтанай, где функционировала школа крестьянской молодежи. После ее окончания он устроился работать бухгалтером и по совместительству плотником в колхоз имени Сталина. Время шло, а юноша рос высоким и крепким, богатырского сложения. В 1939 году Бадму-Жабовича призывают на службу воздушно-десантные войска и направляют в город Чемкент. В то время в ЭДВ был молодой род войск, и десантников представляли в виде диверсантов, которые будут забрасываться в тыл врага и вести там партизанскую деятельность. Бадма-Жабович к июню 1941 года не только изучил диверсионную науку и получил звание старшины, но и стал инструктором. Он обучал молодых бойцов прыгать с парашютом, десантироваться и заниматься терактами и диверсиями в тылу врага. Перед самой войной воинскую часть, где служил старшина Жабон, перебросили в Белоруссию и включили в состав 13-й армии. Когда же начались боевые действия, армия получила приказ поддержать в районе Гродно ударом на Радунь действия конно-механизированной группы Болдина. Однако натолкнулась на немецкие войска 3-й танковой группы ГОТА. В районе города Лида завязались жестокие бои. Немецкие танковые кулаки опрокинули части 13-й армии и прорвались к штабу, который, понеся большие потери, потерял связь с войсками. В результате охватов немецких танковых дивизий Бадма-Жабович впервые оказался в окружении в районе Минска, но десантники смогли пробиться на восток и выйти на рубеж реки Волма. А потом были кровопролитные бои за Могилев, Ярославль. Несколько раз оборона 13-й армии прорывалась превосходящими силами противника, ее части оказывались в окружении, но снова и снова красноармейцы пробивались на восток, а армия собиралась и вставала на пути разъяренного врага. Бадма-Жабович прошел весь ад первых недель войны, но в июле он был ранен в бедро, и его отправили в госпиталь. После операции Бадма-Жабович очнулся на куче окровавленного тряпья в каком-то сарае среди множества других раненых и перебинтованных, стонущих и кричащих военных. Ночью было чертовски холодно. Он часто впадал в зябкую дрему, но полностью уснуть не мог и нервно просыпался. И вот, когда в очередной раз он стал проваливаться в манящее забытье, вдруг его разбудили оглушительные выстрелы. Кто-то забежал в сарай и громко крикнул «Немцы! Танки!». Все бросились к выходу. Бадма-Жабович схватил свои костыли и винтовку и также ринулся за всеми. Краем глаза он увидел, как один раненый майор приставил к виску пистолет и после выстрела осел по стене. Раненые выбегали и выползали из сарая и пытались спастись в лесу, пока другие красноармейцы вели бой в деревне, не пуская врага к госпиталю. Бадма-Жабович старался не отставать от остальных, а немцы спустили с поводков вслед раненым бойцам своих овчарок. Злобные псы бросились в погоню. Тогда Бадма-Жабович отбросил костыли и, превозмогая боль, опираясь только на винтовку Мосина, кое-как добрался до спасительного леса и уже там перевел дух. Оглянувшись, он увидел остальных. Собравшись в группу, раненые сначала уходили от погони дальше в лес, а уже потом выяснилось, что все они были из Сибири и поэтому местности не знали. Посовещавшись, красноармейцы решили выбрать Жабона главным группы, так как только он был обучен ориентированию на местности и действиям в тылу врага. Группа оказалась вновь отрезанной от своих войск в лесах Гомельской области Белоруссии, и солдаты решили пробиваться в сторону Брянска. Когда наши войска отступали, дезорганизация и неразбериха в первое время была страшная. Каждый сам решал, как ему быть и куда податься. В село Подывотье Хомутовского района Брянской области было полно окруженцев. Многие уже избавились от оружия и обреченно ждали оккупантов. Но были и другие. Те, которые оружие не бросали, а уходили в леса или оставались в сопротивлении в подполье. Первых немцы собрали по хатам и увели в хутор Михайловский, где большая часть военнопленных умерла от голода. А из вторых впоследствии организовался знаменитый партизанский отряд имени Ворошилова. Бадма Жапович несколько месяцев пробивался со своим отрядом на восток, прежде чем попал в партизанский плен. После разбирательства и проверки документов его сделали пулеметчиком Ворошиловского отряда. За ним закрепили пулемет Максим, который он таскал на самодельных санках. Назначить физически сильного Жапона пулеметчиком было правильным решением. Он легко справлялся с тяжелым пулеметом и часто в критические минуты во время боя перетаскивал его просто на руках, но никогда не отставал от своих товарищей. Жабон со своим Максимом всегда оказывался в нужном месте и в нужное время и встречал солдат противника кинжальными очередями своего пулемета. В свободное же от боев время Бадма Жапович обучал партизан тому, чему его научили во время прохождения срочной службы, а именно диверсионной деятельности. Постепенно маленький партизанский отряд пополнялся новыми добровольцами и в начале марта 1942 года его численность превысила тысячу человек. С мая Ворошиловский отряд был переименован в бригаду и подчинен Брянскому штабу партизанского движения при военном совете Брянского фронта, а потом воевал в составе крупного партизанского соединения Алексея Федоровича Федорова. Партизаны освободили несколько деревень Брянской области, где и располагались, ведя войну на коммуникациях противника. У них даже появились свои танки, один из которых, Т-34, они достали из болота, где его затопили танкисты во время отступления Красной армии. Наличие такой грозной силы в своем тылу, конечно же, беспокоило немцев, но только к осени 1942 года у них дошли руки для решения партизанской проблемы. Сняв с фронта несколько дивизий, они повели решительное наступление на партизанские деревни. Народные мстители как могли сопротивлялись немецким атакам, но противопоставить регулярным частям вермахта, имеющим в большом количестве танки, артиллерию и авиацию, мало что могли. Все деревни в зоне Брянских лесов были сожжены, а партизаны вместе с жителями были вытеснены в Гледнянский лес, где они оказались в блокаде. Но и там партизан не оставили в покое. Авиация противника регулярно бомбила партизанские стоянки, пока немецкая пехота рыла вокруг леса окопы и готовилась к очередному наступлению. Бадма Жапович после войны рассказывал своим родным, что немецкие асы научились точно попадать снарядами по кострам и по землянкам, из которых шел дым. И если сначала партизаны сооружали буржуйки, у которых скапливалось много народа, то потом им приходилось выкапывать дымоходы в стороне от землянок. И лишний раз не разводить костры. Ближе к зиме у партизан стали кончаться запасы питания и боеприпасов. Также большой проблемой стала стирка белья и начался тиф. А в январе 1943 года немцы возобновили свое наступление. Молодые люди выходили из строя. Это добровольцы. Партизанское командование решило пробиваться из блокады и уходить в Украину, в Еленские леса Черниговской области. Но нужна была группа, которая прикрыла бы отход всего соединения. Все понимали, что скорее всего бойцы этой группы погибнут, но умереть за своих товарищей всегда было честью. И добровольцев было много. Бадма Жапович тоже попал в группу прикрытия. Без пулемета никак, а Жабон всегда бережно относился к своему железному товарищу. Много раз были ситуации, когда пулемет стоило бросить, но Бадма понимал, что сохраненный Максим – это десятки, а может и сотни спасенных жизней своих товарищей. И поэтому никогда не выпускал его из рук. Даже когда в спешке партизаны уходили из деревни в лес, и ему пришлось тащить тяжелый 70-килограммовый пулемет на себе несколько десятков километров, то и тогда он приложил все свои усилия, но пулемет сохранил. И вот разведчики нашли слабое место в котле противника, и соединение начало прорыв. А группа прикрытия, которой командовал опытный партийный работник Георгий Иванович Гортиенко, герой еще Первой мировой войны, встретила немцев с тыла. Бадма Жапович вместе со своими товарищами очередями своего пулемета разил оккупантов, заставляя их залегать, а немцы отвечали партизанам артиллерийским огнем. Снарядов они не жалели, и на группу прикрытия обрушивались тонны взрывчатки. Но опытный Гортиенко вовремя уводил своих бойцов дальше в лес, и комсомольцы вновь встречали немцев из очередной засады. Несколько дней сдерживали они немецкие атаки с севера, пока основная часть партизан прорывалась на юг, но, вопреки всем ожиданиям, группа не погибла. Гортиенко был местный, родом из Старой Рудни, и смог вывести своих бойцов из окружения и увезти их дальше на север, в Софийские леса. Там партизаны организовали новый отряд имени Спартака. Командиром выбрали 19-летнего Николая Орлова. Гортиенко стал комиссаром отряда, а Бадма Жапович возглавил первую роту. Скоро маленькая группа бойцов разрослась до большого отряда, в котором воевало уже 370 человек. Бадма Жапович оказался умелым командиром. За время действия отряда он организовал и сам участвовал в более чем 300 операциях. Он сам лично пустил под откос 8 немецких эшелонов с боеприпасами и техникой противника, а это было сложно. На дворе был 1943 год, и немцы уже вовсю выработали и использовали антипартизанские меры. Кустарник вокруг железных дорог вырубался на 100 метров, поезда ходили медленно, везде были патрули, а на станциях сидели большие гарнизоны, готовые по первому сигналу вступить в бой с партизанами. Бадма Жапович отмечал, что ему со своими бойцами сутками приходилось лежать в снегу и разведывать движение патрулей, прежде чем пытаться подойти к рельсовому полотну для закладки мин. К тому же взрывчатки было мало, и часто партизаны просто разбирали рельсы и утаскивали их дальше в лес. Ненадолго, всего на несколько часов, но все-таки парализует движение на железной дороге. Бойцы Жабона также нападали на маленькие полицейские гарнизоны в населенных пунктах, уничтожали важные немецкие объекты, минировали дороги, взрывали мосты и сжигали немецкие склады с припасами. В отряде Бадму Жаповича называли монголом, нетрудно догадаться почему. К тому же многие операции он проводил с азиатской хитростью и дерзостью. Однажды связной отряда сообщил, что в деревню Старая Рудня прибыл командир взвода полицейского гарнизона Васильченко. Это был матерый предатель и ярый участник борьбы с партизанами, также участвовавший в массовых расстрелах и пытках гражданских лиц. Его уничтожение стало делом чести для партизан. Эту задачу поручили Батме Жаповичу. В полдень в Старую Рудню въехали две подводы с полицаями, на рукавах у которых рассовались повязки с фашистскими знаками. Командовала ими огромный человек с суровым лицом, который направил своих людей прямо к местной управе, где в этот момент шла веселая пьянка. Переодетые партизаны вошли в большой зал, а Жабон скинул руку в фашистском приветствии и тут же сурово предъявил Васильченко обвинение в том, что тот пьянствует, забыв о поручениях немецкого командования. Присутствующие решили, что прибывшие полицейские обладают какими-то особыми полномочиями. Васильченко начал протестовать и кричать, но Жабон решительно приказал связать полицая, который не выполняет приказы немецкого командования, ибо новая власть – это прежде всего порядок и дисциплина. Васильченко сбили с ног и связали его же товарищи, а Жабон предупредил стоявших на вытяжку остальных полицаях о недопустимости нарушения новых законов. Без особых хлопот партизаны покинули деревню вместе с плененным предателем, который потом был казнен по решению партизанского суда. Последними операциями отряда были срывы поставок в Германию астербайтеров. Немцы массово вывозили с восточных территорий молодых людей для рабского труда на своих предприятиях. Партизанам пришлось проложить немало усилий, чтобы вырвать подростков из рук оккупантов. Когда Бадма Жапович в 1965 году, впервые после войны, посетил Брянск, то его узнали местные жители. Со слезами на глазах они подходили к высокому буряту и благодарили его. Это были те самые люди, которых ему удалось отбить у немцев. В сентябре 1943 года войска Брянского фронта освободили места, где действовал отряд «Спартак», и партизаны влились в ряды Красной армии. Бадма Жапович продолжил воевать в частях Третьего Белорусского фронта и был тяжело ранен под Кёнигсбергом. В 1945 году его демобилизовали по ранению в том же звании старшины, в котором он и начал войну. На личном счету Бадмы Жаповича 8 немецких эшелонов, 13 автомашин с различными военными грузами и 125 уничтоженных военнослужащих вермахта, а также организация и участие более чем в 300 боевых операциях. После возвращения с фронта, Жабон Бадма Жапович работал в родном селении Алханай, председателем сельсовета и бухгалтером в колхозе Эрдем. Как-то он пошел домой к одному нерадивому работнику, который отказывался выходить на смену. Когда Бадма Жапович приблизился к дому, то хозяин спустил на него фотошо – бурятского волкодава. Со словами «и не таких видали» Бадма Жапович схватил волкодава за загривок и отшвырнул огромного пса. Что потом стало с колхозником, история умалчивает. Наверное, он стал самым лучшим работником, ибо шутить с поколением людей, прошедших войну, было себе дороже. За время войны Жабон Бадма Жапович был награжден Орденом Отечественной войны и медалями, а также представлен к званию Героя Советского Союза. Но эти документы были либо утеряны, либо отозваны. Только в 1996 году бывшему партизану было присвоено почетное звание Героя Российской Федерации. Это случилось за несколько месяцев до кончины ветерана, но награды он так и не дождался. Медаль лежала в наградном отделе 4 месяца, и никто об этом не сообщил. Золотую звезду уже подвезли к похоронам Героя. Сидя возле жаркого костра, под ночным алханайским небом, Бадма Жапович иногда заводил разговор о военных годах. Часто вспоминал он о постоянном холоде, пронизывающем все тело и мучающем человека, который месяцами и годами находится вне тепла и жилья, выполняя тяжелейшую работу, уничтожая и изгоняя врагов и предателей, обживающих его страну. Это как природная напасть, одолеть которую всегда поднимается весь народ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова